И снова здравствуйте. В данном уроке мы будем делать меню, которое у нас будет появляться при загрузках. Это даже не то, что меню, это больше та система, которая нам будет показывать меню, отображаться в виде меню и так далее. Я не хочу делать самую простую, просто показывать виджет и так далее. Я сделаю чуть-чуть сложнее, но оно будет красивее выглядеть. Для нашей игры будет самое то. Пока с концепцией игры я не разобрался, не знаю, что делать, но мы создаем некую структуру, которая нам поможет дальше формировать ее. Так, нынче нам необходимо создать папочку. Давайте ее обзовем к минимуму. Давайте назовем ее. Так, кроме этого давайте еще создадим папочку. Назовем ее fonts. Сюда мы закинем наши шрифты, которые даже язык заплетаются. Шрифты, которые мы закинем в игру, они нам будут отображать наше меню и все текста будут, в принципе, на них написаны. Давайте сразу их импортируем. Так, у нас где-то... фонтс. Вот они, да? Да. Давайте создадим новую папочку. Это я создаю папочку нашей папочки temp, которая у нас для всего хламя там, в принципе, сделана. Вот мы и все туда будем скидывать. Я вот здесь пометил парочку шрифтов, которые нам, в принципе, будут более-менее интересны. Импортируем. Подтверждаем. У нас сразу создались, так скажем, фонт. Кроме фонт фейса, а еще и фонты, да? Которые нам необходимы. Так, переименовку мы не будем делать. В принципе, нам это не нужно. Так, фонт готов. Меню. В нем мы будем создавать чуть-чуть сложное меню. Начнем это с одного из значений, как GameInstance. В нем мы будем прописывать все наши, так скажем, всю нашу структуру менюшки. Так, GameInstance. Select. Давайте ее назовем. Так, GI, GameInstance. меню. Можно даже немножко побольше. Вот так вот. Будет очень хорошо. Так, заодно сразу давайте пропишем сюда наши виджеты. Виджет, интерфейс и так далее. Начнем мы с нашего виджета, который является загрузчиком. назовем мы его. Так, это у нас. Давайте VDG как-нибудь прописывать будем этих виджет. Так, VDG превьюв. Так, я вроде бы неправильно описал, да. Давайте вот так и будет обзываться. Следующий виджет у нас будет называться меню. Это у нас основной меню будет. Следующий виджет у нас будет называться... Давайте setting settings. То есть наши настройки. Мы будем отдельное меню делать. Следующие. Пропишем loading. Да, давайте loading. Это у нас меню загрузки нашего... Как скажем. Когда у нас будет загружаться карта, вот будет показываться вот это меню. Следующая. VDG. Так, это... Давайте save меню. У меня буковка A большая. Так, и что поглючит, а? Все окей. Давайте сохраним пока у нас не глюкнуло. Так, еще одно. Так, это у нас будет VDG load меню. Мы здесь будем загружать игрушку. Пока у нас загрузочных сохранений части нету, но мы их будем позже делать. Теперь. Так же у нас еще есть меню, которое у нас будет появляться во время игры. Так, давайте его прозовем геймменю. Возможно, еще парочку мы добавим, потому что у нас... Да, кстати, ну почему бы и нет. Давайте сразу... Давайте пропишем как... Так. About. Что-нибудь подобное. Там мы, допустим, о себе расскажем или же о проекте. Прямо в нем. И... И, в принципе, я думаю, все. В принципе, достаточно данного. Так. Пока мы их заполнять не будем. Потихонечку будем заполнять. Это у нас видео будет состоять из кучи... Из кучи, так скажем... Значений... Видосиков. Открываем game instance и прописываем. Создаем custom event новый. Давайте пропишем как show-меню. Это будет у нас отображаться основное меню игры. Так. Сразу проверяем на правильность. И свалит. Теперь в reables. В reables мы пока ничего не занесли. Но здесь сейчас будем заносить. Так. Из not valid. Давайте пока сразу create widget создадим. Обязательно прописываем getPlayerController. Он нам очень нужен. выбираем меню. Выбираем меню. Наше основное меню. В VDG меню. Сразу прописываем promote variable. Прописываем наименование. Так. Main menu. Напишем ему. Теперь. У нас вот основная часть. Появилась. Сразу кидаем get сюда. И проверяем. Открылось ли меню или не открылось. Это нам. Я чуть позже покажу. Где вот это все будет проверяться. Для чего. Вот так вот сделаем. Так. Теперь вытаскиваем отсюда. Так. Или отсюда давайте. Add to viewport. Соединяем. И сюда тоже. Далее. Мы показываем нашу мышку. Show mouse cursor. Так. Почему? Потому что да. Я снова забываю. Что нам надо вот отсюда вытаскивать. Постоянно. Вот. Зачем вот так сделали. Прописываем set. Show mouse cursor. Сюда вот тыкаем точечку. Чтобы у нас более красиво было. Ставим гавочку. И тянем. Потянем. Set. Input. GameMode. UI only. Точнее да. GameMode я неправильно выразился. GameMode. Так. InputMode. UI only. Так. И из нее прописываем нашу менюшечку. Можно было get вот этот постоянно кидать. Но мы это не будем делать. Так. Ставим. Load on screen. Так. Теперь. Здесь у нас будет загрузка главного меню. меню. Давайте это сразу пропишем. Главного меня. Да. И это тоже правильно. Снова добавляем custom event. Только не по-русски. Custom event. Давайте пропишем. наши основные клавиши. В главном меню я думаю зарядить. Получается клавиш 5. Это у нас новая игра. Загрузка. Настройка. О проекте. Или что-нибудь типа это. О разработчике. И выход. Почему-то у меня и. Так. Давайте это будет наша первая кнопка. Это create new game. То есть мы пока создаем только чисто управляющие штуки. Вы думаете что это немножко сложновато. Но поверьте мне чуть позже вы поймете что это хорошо. Так. Копируем наш. Получается. GetPlayerController. Снова. И сюда ставим. Чтобы. Много не тащить. И. ShowMouth. Курсор. Убираем. То есть мы создали. Нажимаем кнопочку создать игру. Новую. И. Убираем курсор. Убираем. в основном меню. Далее. Снова. Set. Input. Так. Далее. Выставляем. Mode. Game. Only. То есть мы. делаем. Управление. Основной игрой. Далее. У нас. Здесь. Появится. Так. Скажем. Штуковина. Как. LoadScreen. Который. Мы будем чуть позже делать. Давайте. тут. То есть. Загрузка уровня. По-русски напишем. Загрузка уровня. Уровень. Мы будем грузить. Из. Нашего. Сохранения. Которое. Чуть позже будем делать. Так. Пропишем. Delay. Так. У нас. Менюшка. То есть. У нас. На данный момент. Карта. Очень маленькая. Быстро. Прогружается. Мы. Сейчас. Пока. Поставим. Временно. Давайте. Три секунды. Чтобы. Мы. Потом. Все-таки. Это. Могли. Знать. И. Далее. прописаны. Open Level. Но. В данном случае. Здесь. Мы. Будем. Уже. Грузить. Так. Скажем. У. Наш. Новый. Будет. Сохранить. Загружать. Тот. Левел. И. Тот. Уровень. Который. Вам. Необходим. Но. Пока. Его. Ставим. Так. Возможно. Вот. Это. Все. Будет. Еще. Загружаться. Мультистриминги. Но. Это. Мы. Чуть. Позже. Рассмотрим. Пока. Не забивайте голову. Пропишем. Создание. новой игры. Ок. Делаю. Настройку. Чтобы. Вы. Хотя бы. Это. Могли. Более. Менее. Увидеть. Теперь. В. Принципе. Мы. Сделаем. Загрузку. Виджетов. Таких. Как. Таких. Виджетов. Так. Второе. Клощевое. Меню. У нас. Будет. Загрузка. Потому. Что. Когда. Мы. Заходим. Либо. Нажимаем. Новую. Либо. Загрузку. Сохранение. Там. Кстати. Не. Потому. Потому. Что. Она. Будет. У нас. В. Гейм. Меню. Находиться. Так. Забиваем. Кастом. Эвент. В. Него. Будем. Прописывать. В. 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 Виджет. Снова также копируем GetPlayerController. В данном случае пока, возможно, тут у нас появится дополнительная штучка. Пока мы ее просто так внешне поднастроим. Это viewport. Здесь прописываем. Загрузка виджета. Загрузки игры. Так, выставляем load-меню. Good luck! Теперь давайте сделаем также настройку, точнее показ виджета настроек. ShowSettings назовем. Так, и скопируем мы некоторые части. Давайте вот сюда наверх перейдем. Так, копируем вот эту часть и вот эту часть. Соединяем. Теперь мы прописываем также variable. Создаем новую переменную. Назовем ее... Так, я написал? Да. SettingMenu. Все. Теперь это SettingMenu. Перетаскиваем. Подсоединяем. Проверочку делаем. И из этого тащим. От viewport. Теперь делаем обозвание. Это загрузка меню. Загрузка виджета. Загрузка виджета. Настроек. В принципе, да, вот сейчас мы потихонечку будем наши кнопочки обзывать и так далее. Так, теперь создадим загрузку виджета настроек, сохранение точнее и потом экрана загрузки, который мы тоже создали. Так, давайте поместим сюда. Вот наш экран загрузки виджета loading. Скомпилируем. Скомпилируем. Сохранимся что-то, чтобы не терять большое количество настроек. Скомпилируем. Custom Event. Так, прописываем. Save Game. Save Game. Меню. Так, как мы называли? Low Game. Просто, да? Ну ладно, давайте. Save Game. Save Game. Просто пропишем. Теперь вытаскиваем Create Widget. GetPlayerController. Из него снова Promote to Variable делаем. Прописываем. Прописываем. Save Game. Так, Save Game меню в данном случае пропишем. также add to view в порт так загрузка виджета сохранение конечно вот эти все надписи желательно делать на английском но для вашего понимания я принципе буду все на русском делать большая часть теперь смотрите видите у нас переменные создаются потом эти перемены нам очень пригодятся так здесь мы забыли поставить save меню наш виджет снова кастом так почему-то снова кастом event давайте как это прописать так просто пропишем loading для того чтобы мы понимали что это между уровнями у нас загруз загрузка будет снова идем наверх копируем вот эти наши штуковины как из валид get player контроллер create виджет можно даже сразу add to view в порт копировать чтобы быстро так теперь снова промоутовый рейбл прописываем как название loading меню давайте это даже не loading веби напишем это у нас не совсем меню здесь у нас будет показываться что мы как образом загружаем там будем выставлять картинки всякие и надписи в принципе чуть позже увидим прописываем загрузка экрана загрузки прикольно давайте вот так больше напишем более правильно загрузка уровня почему я уровню написал так загрузки уровня выставляем выставляем потому что я забыл скину да loading веби мы сюда подсоединяем теперь у нас необходимо сделать сделать так мы загрузка виджета настроек сделали теперь в принципе потихонечку давайте воткнемся в меню которое будет открываться у нас в игре это у нас будет меню паузы то есть меню в самой игре когда открываете игру мы будем ставить на паузу и так далее так прописываем custom event снова тут у нас столько всего ненужного ненужного назовем его пауз меню так подождите как мы назвали его так game меню да давайте game меню назовем game меню так снова копируем всякие ненужные штуковины так это это копируем ставим теперь теперь снова идем наверх там мы копируем самое первое ui only вот этот и show mouse cursor он нам тоже пригодится так это мы пока разъединяем чтобы разъединить связь нажимаем alt и тыкаем по самой связи если кто не знает или забыл так соединяем наш 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 нет стойте здесь тоже промоутовый рейбл сделаем и назовем его пауз меню game меню точнее подождите у нас здесь game меню есть из-за этого у нас не хочет прописывать game меню vb соединяем set viewport теперь viewport соединяем и с валидом тоже как и в первой части мы так скажем делали здесь мы выставляем так 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 меню game меню где она game меню здесь проверим здесь мы тоже скопировали но не поставили какой у нас виджет создавать все проверим видит сохранение сэйф меню все правильно почему у нас блин удалил связь что-то я не понял так так некрасиво получилось delete promote variable так loadings vb почему у нее связь здесь разорвала я кстати не понял а потому что этот правильно все да я я ступил я же изменил загрузить загрузочные виджет и соответственно она у нас сломалась то же самое так тоже удаляем потому что она у нас не сработает теперь promote variable game menu vb соединяем соединяем перетаскиваем сюда далее после viewport мы делаем настройку получается нашего виджета то есть если он на полную как говорится focus пойман так game меню толкаем сюда дальше мы сделаем сюда но прежде чем показать курсор мы сделаем паузу в игре set game pause теперь галочку ставим пауза включена здесь мы подсоединяем нужную нам штуку которая всегда теряется так и мы забыли еще подсоединить вот сюда давайте отсюда перетащим так делаем более-менее красиво и вот такая вот у нас структура получилась это у нас так загрузка меню давайте паузы так паузы меню меню паузы в игре так теперь нам осталось еще сделать кнопочку продолжить потому что вот в этом меню будет сама продолжить также там в этом меню будет загрузка сохранение настройки но мы уже это все сделали в принципе так давайте еще бахнем еще один кастом снова кастом ивент так 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 рисом гейм-меню так теперь из него вытаскиваем нет давайте не из него вытащим а это гейм-меню то есть наше меню которое будет в игре из него вытаскиваем remove from parent то есть мы удаляем данный виджет для того чтобы продолжить игру так set game pause галочка убираем то есть соответственно мы отключаем паузу так снова копируем get player controller из него тащим set input mode game only то есть мы включаем управление на игру и соответственно снова отсюда тащим show mouse курсов мы убираем курсор так на данном этапе мы в принципе уже все закончили давайте назовем это так давайте это именно кнопка будет с данным скажем blueprint кнопка продолжить если вы хотите создавать еще какие-то кнопки по сути это можно также здесь прописывать допустим хотите создать кнопку игрового магазина пожалуйста да ну кстати давайте создадим сразу чего париться создаем новый виджет виджи 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 да так shop просто просто и коротко виджи shop создадим и создадим форекс загрузку нашего магазина снова создаем кастом event прописываем шоу shop меню и по сути можно копернуть его я не знаю давайте с так здесь валидность нам не надо проверять загрузка виджета настроек в одном принципе нам нужна проверка сохранение не нужно загрузки уровня не нужно так ну а в магазине нам нужна проверка будет так что копируем gameplayer controller валидность create виджет также viewed порт копируем так то что четкости нету прям щелкаем виджи shop здесь я правильно с game меню загрузка меню все правильно да здесь мы кнопочкой прерываем game меню все правильно так давайте создадим variable пропишем его как шоп меню все может быть достаточно будет так шоп меню у нас будет вызываться из главного меню значит нам управление курсорами и так далее это ничего не нужно и из меню игрового там нам тоже в принципе ничего не нужно то есть мы будем переключаться когда уже так но в принципе да все верно пропишем пропишем загрузка магазин сохраняем 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 наш проект и в принципе на этом пока все ждем продолжения все все и все все и все и все и все и все все и все и все все